Строительство подземного перехода на улице Воровского в районе дома номер 100. Городские власти хоть и контролировали, но без опоздания завершить работы все равно не получилось. Напомню, сдать новую подземку подрядчик должен был 15 декабря. Однако в срок не управился. Елизавета Халикова в этом убедилась. Строительство подземного перехода компания подрядчик обещала закончить 15 декабря. Но до сих пор переходить дорогу в этом месте людям приходится ориентироваться лишь на зебру и не всегда работающий светофор. Напомню, решение построить подземку в этом месте было принято после страшной аварии, которая произошла здесь в июле прошлого года. Тогда пьяный водитель здесь сбил подростков. 23 августа уже этого года был проведен аукцион, на котором выбрали компанию подрядчика, которая и занялась строительством подземки. На строительство подземки из областного и городского бюджетов было выделено около 16 миллионов рублей. Почему закончить строительство в срок не удалось, пока неизвестно. Однако теперь компании подрядчику за каждый просроченный день будут начисляться пени. Светофоры не работают и уже приходится рисковать здоровьем и жизнью людей. Много народу здесь ходит и пешеход здесь подземно нужен. Надеюсь, что скоро достроят. Чем быстрее, тем лучше. Продолжение следует...